Можно ли перевоспитать маменькиного сынка? И если да, то как это сделать? В каких случаях реально оторвать своего мужчину от мамкиной юбки? В каких случаях лучше отдать его мамочке советом «Да, любовь?» С одной стороны, когда я прочитала эту фразу от моих клиентов «Можно ли перевоспитать маменькиного сынка?» Я думаю, ну ты что, ему мамка? Зачем тебе быть ему мамкой? Но я также вспомнила 20 лет, когда мне рассказывали истории как практикующему психологу, и у кого-то это получилось. У кого-то получилось с большой ценой, а кто-то получил классного мужа-спутника жизни. Ведь многие мужчины травмированы мамочками, а мамочки травмированы своими мамами. Эхо войны, дефицит мужиков, у женщин выросли стальные яйца. Это такие травмы поколений. Давайте думать, что сделать. Я решила, что просто вам расскажу свой опыт. Он у меня, как у практикующего психолога, большой. И, конечно, не буду давать волшебных таблеток. Вот прям нет, нельзя. Да всякое может быть. Это зависит от разных факторов. Какая стадия мамкости? Насколько его сиси у нее во рту, а он у нее под юбкой? Ведь бывает очень классные отношения с женой. Все нормально, пока мамочка не всунется или она у него там в голове не прозомбировалась и не включит программу. Мама, да, мама. Вот здоровый мужик. Приезжаем к маме, говорят мои клиентки. И он там переключается в режим маленького мальчика. Зависит от того, на какой стадии ваши отношения. Ведь в начале отношений можно очень много сделать. Я об этом расскажу. Когда он вас хочет, и он еще вас не получил, да, он еще вас не победил, не завоевал. И на этой стадии инстинкт тяги к женщине, и мистическая связь, и продолжение рода, он сильнее любви к маме. Но есть процентов 5-7, которых надо отдавать маме. Там мама головного мозга, и это не лечится. Но действительно, в большинстве случаев при правильных действиях это можно сделать. Я об этом всем расскажу. То есть вот посмотрите это видео, я вам расскажу мой опыт. Что ситуации разные, люди разные. У многих моих получилось и подписчицы, и клиенты. Когда женщина правильно себя ведет, и я расскажусь тоже, досмотрев видео до конца, расскажу, как надо правильно себя вести. А в каких случаях уже бесполезно. Поэтому вы, посмотрев видео, сделайте свой осознанный выбор. И пока не забыла, сразу расскажу про такой случай первого победа. Если это начало отношений, у вас есть сила, энергия, шансы хорошие, да пожалуйста, помогайте ему трансформироваться в мужика. Но есть случаи, когда вот было четко у меня две клиентки. Одна 12 лет со свекровью воевала за сыночку, другая 20. И они говорят, Юль, вот в одном случае мама умерла, они там делили мужика. И здесь не надо вставать на позицию мамки или воина, надо вставать на позицию женщины. А многих-то не научили мамы, как это делать. Ну, мы разберемся, все решим. Одна воевала, и мама ушла. Она говорит, а мне это надо было? Свекровь ушла, когда была главная Валиде Султан, главная жена в гареме психологической ушла. Жене было 50. Вот надо было лучшие годы воевать. А вторая победила тоже. Там, кстати, тоже были неправильные действия. То есть не баба с мечом, да, не война за сыночку, а мудрая женская энергия. И да, он, говорит, стал моим. Но я смотреть на него не могу. 12 лет нервных срывов, депрессии, травли, свекрухи. То есть это первая победа. Если не помните, напомню, это миф древней Греции, по-моему. У него было большое войско, и он победил. Но все его воины лежали убитые. Почему? Потому что цена победы – это потеря войска. И он сказал, а вообще вот это оно нужно было? Нет. Поэтому, если вы осознали, что у вас есть маминкин сынок, опять же, это тяжелая степень мамы головного мозга. Или средняя, или легкая. Насколько у вас есть ресурсы и желание бороться? Насколько у вас есть силы? Насколько вам цены эти отношения? Выбирайте вы. Но иногда бывает так, что первая победа – это победа, равносильная поражению. И иногда это самому трудно увидеть. Может быть, тут помогает помощь психолога или мозгоправа. Давайте возьмем оптимистичные случаи, в которых получилось перевоспитать маминкиного сынка. Да, сразу. Может ли измениться маминкин сынок? Можно ли его перевоспитать? Можно, если маминкин сынок сам хочет измениться и перевоспитаться. Второй очень важный фактор, который я видела у моих клиенток, подписчиц – это правильная позиция. Вот, например, сразу на вскидку девушку назовем ее Женя. Имя, конечно, изменила. Женя. У нее отношения с мужчиной четыре с половиной года. Там мамка с заловкой. Заловка в этом случае была змеиной головкой. Типичный токсичный свекров. Вот, свекруха такая, серий там, что ты понимаешь, что тут главное, это моя дитятка. И они ее ненавидели и всячески пытались травить. Девушка что сделала правильно? Во-первых, она еще не была до конца его. Она не была женой. Если у вас еще не было интима, он вас хочет. Вот это очень важный фактор. Он вас еще не получил. Но он хочет быть с вами. Важны ваши правильные действия. Самое главное, что нужно сделать, будьте внимательны, выйдите из поля борьбы со свекровью. Вы не баба с веслом. Вы не такая там женщина-мать, да, там, коня на скаку, слона на скаку остановит и хобот ему отравит. Нет, вы женщина. Мудрая, мощная, вкусная женская энергия. И часто ваша сила, она в том числе и ниже пояса, вкуснейшей женской энергии. Если он ее хочет получить, он должен вас добиться, завоевать. И вот в том случае девушка периодически управляла его к маме. Когда они позволяли ее оскорблять, унижать, уже потом она это пресекла, они ему говорили, какая она плохая, он передавал. И вот это некая такая дрессировка, что либо ты запрещаешь вообще в мою сторону выхода, либо ты меня не получишь. И она не боялась его потерять. Если вы боитесь потерять штаны, готовы за них держаться любой ценой. Скорее всего у вас глубь уходят корни этой проблемы в детские травмы, в боль, не хватало любви мамы и папы, заниженная самооценка. Это может быть травма привязанности, недостаток любви и пустоты, и многие рвутся замуж или в отношения. Но часто там нужен психотерапевт. Вот когда вы перестанете любой ценой бояться потерять, вы выберете себя. Например, хороший пример – это фильм «Моя свекровь. Монстр» с Дженнифер Лопес. К сожалению, это исключение, чем правило. Обожает Дженнифер Лопес, моя любимая актриса. И там она выбирает себя. Когда свекровь дурит, чудит, не смотрели фильм, посмотрите. Он веселый, классный, оптимистичный. Но, к сожалению, малореалистичный в наших реалиях. Это скорее исключение, чем правило. Она не будет с ней воевать. Она попробовала, сцепилась и говорит, что никогда не кончится, смотрит на этот порочный их круг семейный. Она выбирает себя. И если женщина выбирает себя, ее выбирает мужчина. Нормальный мужчина. Но если он выбирает мамину сиси, вам зачем? Всю жизнь подсисечник. А если вы испытываете панику и трясучку в теле при одной мысли, что вы потеряете мужчину, это либо созависимость, это звонки токсичности, абьюза. Это знак, что где-то у вас внутри такая боль, и вы можете потерять себя в этих отношениях. Это может активизироваться беременность, роды в разные периоды. Вот эти дыры закройте и выбирайте себя самоценность, самолюбовь, самодостаточность. Я тебя люблю. Но если твоя мама нарушает границы, если ты бежишь к ней под юбку, если ты ее слушаешь, я не буду с тобой. И вот мужчина, если вас хочет, особенно на ранних стадиях, вот эта энергия продолжения рода, да, мы все так или иначе травмированы. Но очень трудно забить в человеке истинное, настоящее, душевное, духовное. Например, мощь тяга, любви мужчины к женщине, вложенную в нас создателем, который сам сказал, я вот тебе, вот он Еву дал, Адаму, и сказал, что Бог сочетал, человек не разлучит. Это свекрухом назойметь, кто таким праведным. Вот эта тяга очень сильная. И если он вас хочет получить, ему надо пройти вот это препятствие испытания. И на этих стадиях очень большие шансы повернуть все в вашу сторону. Ему не должно легко даваться. Вообще то, что дается, легко не ценится. Четко выстраиваются границы. И, кстати, раньше я не понимала в Библии, вот, например, интим после брака. Сейчас это очень я хорошо понимаю. Насмотревшись, как практикующий психолог, за годы токсичнейших отношений. Уйти не могли завязка на интиме, на близости. Я не говорю стоп-слова, сами понимаете, какие на ютубе. Не может она с ним в отношения вступила. Он уже получил, у него спадает интерес. Он ни хрена за это не отдал. И свекруха травит с заловкой. А ты с ребенком беременной в декрете сидишь, легкая мишень. Или очень быстро это произошло. И женщина слабеет, привязывается. Отношения человек-человек не выстроены. Душевный и духовный план не выстроят. Поэтому чем раньше интимные отношения, тем больше шансов, что вас утащат в токсичные отношения. Потому что отношения, где он у мамы сищу сосет, маменькин сыночек, мамина корзинка, мамы под юбкой, это токсичные отношения. Вы там не замужем, там у него мама главная. Вы там любовный треугольник извращенский, вы его мама. И она там главная. Она даже говорит ее словами, вы даже ее выгнали, он лезет через него. То есть пока ты не докажешь, что ты взрослый мужчина, пока ты меня не завоюешь, я не увижу, что я могу тебе довериться, быть за твоей спиной, расслабиться. Ты меня не получишь. Или если будет лезть твоя мама, я уйду. Мне будет больно, мне будет тяжело. Но выберу я себя. Я не позволю топтать себя. Я не позволю ни под какими благими намерениями. Потому что это мама, она хотела как лучше. Не надо за меня хотеть как лучше. Я сама знаю, чего я хочу. Я взрослая, мне свободу дала государство, психология и бог. Я совершеннолетний. Не надо за меня думать как лучше. Я сама знаю как. Вот эти все прямо стоп, красные флажки, ваши границы, по которым сидят снайперы с винтовками, ангелы-хранители с винтовками. Иначе начинается абьюз. Мамы быть не должно. И здесь главные ошибки, это либо баба с веслом, с коромыслом, либо баба, которая слона на скаку остановит, извинит бубенцами железными. Нет. Это мощная, мудрая женская сила. Какие архетипы силы вам в этом помогут? Архетипы описал психолог, известный Карл Густав Юнг. Это в каждом человеке есть герой, воин, архетип ангела, мыслители, гения, красавицы, истинная, мудрая женская сила. Это не про угодливость, не про это удовождение. Молчать, когда от себя унижают, юбки длинные носить, это вообще не про это. Это истинная женская сила в осознании себя, принимать себя. Это мудрость, это опора, если угодно, на заповеди, или это базовые постулаты психотерапии. В нормальной психотерапии расхождения-то с духовными законами практически нет. Если кто-то их видит, он просто глубоко не копал. Мудрая женщина опирается на свою четкую систему ценностей. У нее есть личная сила, внутреннее ощущение свое, как какой-то драгоценный камень, цветок, мощь. Она мягкая, добрая, к людям, к животным, к эмпатичным, к слабым, но она непримирима к злу, к оскорблениям, к нарушениям границ. И в этом поле она поощряет мужественность мужчин, она поощряет проявление его чувств. То есть положительное подкрепление, будьте внимательны. Когда он проявляется как мужчина, вы это подкрепляете положительно. Проявляется в нем мужская энергия, где вы в партнерс работаете, как в команде, где семья – это источник энергии, безопасности, любви, силы. Ваша семья там, мама, мне хрен делать. Они могут стать близким кругом, родственником, но по духу, а не по крови. Кровь, конечно, но она сильна, но дух сильнее. Апостолы Христа по духу становились, его учениками и моими детьми. Он говорит, я вас называю мои друзья. Дух силен. Ведь муж и жена, они не по крови родные, а связь самая сильная во вселенной. Не мать, ребенок, мужчина и женщина, потому что любовь появляется. Но самая сильная связь с Богом. И вот если Бог на первом месте будет, если женщина в отношения приглашает Бога, заповеди, честности, чистоты, мудрости, силы, защиты, а главное, что Бог – это любовь. Любовь, любить – это действовать. Любовь непримирима со злом. Любовь непримирима с придурочной свекрухой, которой метлу оставила на парковке, и идет рога в потолок. Пришла, насрала тебе в доме, облила грязью, а ты потом глотаешь слезы. Такого быть не должно. И вот если он этого не видит, объяснять ему это, показывать. У многих, у кого получилось, они не бросали шашкой на голову, они рубили с плеча, если с мужчиной многое связывает. Понимаешь, что он травмирован, матерь, вам нужно ему создать пространство изменения, но для этого измениться должны вы. Если у вас не получается, какой вы должны быть личностью? Какой я себя вижу? Через год, через два, какая я? Мощная архетипы, сила фея, эльфы, там, нимфа, ангел, красивая девушка, муза, королева, любовница, хозяйка, девочка – это все элементы силы. Мистическая, мощнейшая. И вот в этом пространстве суперсилы женской раненый мальчик начинает исцеляться. Мы тоже женщины не идеальны, мы тоже приходим с травмами в отношениях, нет идеальных людей. И мужчины, такие мудрые, действительно настоящие, причем это не зависит от возраста. Я встречала и 20-летних мужиков, которые меня по частям собирали. Разрушены, просто наполняя поле любовью, помогая мне. И встречала 50-летних дураков, которые ему, вот ему королеву, фею дай, он ее испогает. Потому что в человек все носит зло. Поэтому мы, мои, нашим пространством, создавая весну, создавая силу, поощряя правильные действия. И как тренер, женщина хорошая, давай, давай, когда он сопли распустил на диване, мамсик, полез. Вы его мотивируете. А где действительно боль помочь рыцарю? Кстати, у меня ни в одном, кстати, по-моему, курсе, всегда такое упражнение есть. И про свекровь и невестку было, про женскую силу было. Девочки, если вдруг в курсе про свекровь, я забыла упражнение, это встроить принцесса и рыцарь, где вы в архетипе, в силе принцессы, создаете мужчине вот это пространство исцеления. Он, кстати, хорошо работает. Если вдруг я его забыла встроить, напишите под видео, я вам в чат скину. Так, вот, вот вы такое пространство создаете. Ну ведь, сами знаете, заходит харизматичный человек, в котором светлая сила. Пространство искрится, вдохновляется. Начальник, учитель, поэт, музыкант заходит с черной энергией. Все пакостится. Поэтому мы можем подумать, какую часть действий поменять, где нам измениться, в какую силу войти. И потом уже из этого суперсостояния, состояние помогать мужчине. Часто мы, наша проблема, мы здесь. А нам бы лучше вот там быть. Не в извращенном смысле, а как цветок в матке такие. Вот есть техники, там такой нектар течет. Ой. Там, ну только отбраковка может быть, вот как, знаете, в любой, в любом, вот, например, разведении собак, да, отбраковка вида. Так и процент в 5-7 отбракуется мамсиков, которые полностью там кастрированы мамками. Остальные мужики на это включатся, если захотят. Либо отвалятся абьюзеры, нарциссы. Блин, вам таких не надо, пожалуйста. Ведь, ведь очень большая проблема у нас в России с опозданием приходит психологу на 5-7 лет. Нужен уже психиатр, психотерапевт. Я ведь не беру с расстройствами. Я ведь работаю как психолог, коуч, ну, психически здоровые люди, у которых не разрушена личность. А если вы попали с таким, это мамкин, сынок, это если там еще он абьюзер, нарцисс, девочки, это же для женской психики это просто все, вообще просто трындец, это капец. Так вот, давайте к позитиву. Вот когда вы создаете такое пространство, мужчина начинает в нем исцеляться. Но для этого мы должны в себе открыть нашу суперсилу, фея, ангел, нимфа, эльф, ну, вспомните, вот что вам нравится, какой оба, я не знаю, кто вы, восточные красавицы или фламенко, это любимая музыка, это любимые фильмы, это ваш шоу, я не знаю, кто вы. Женщины и в архетипе воина может быть очень привлекательна по-женски. Может быть, вам больше такое там винтаж, ну, у каждого свое, уже про женство очень много сказано, я даже не буду туда ходить. И вот там ваш ресурс, там ваша энергия, там ключ к решению, и мужчины исцеляться начинают, это получалось у тех, кто работает, почему я так на энергии, потому что меня это зажигает. А есть и духовный уровень, когда уже все рушится, а вы в отношения приглашаете Бога, он должен быть первичным, обращаетесь к Богу, к Деве Марии, к любимым святым, к ангелам, и в вашу жизнь приходит помощь свыше. И я видела случаи, когда думала разрушится пара, а там в жизнь вмешивался Бог, потому что он за любовь. Вот эту тьму везде вот этих мам, которые загробастали, как в мультике Пуповинка, под себя своих мальчиков, извращенки, как там Фрейд их говорил, психологические жены. Конечно, тоже там, может быть, не от зла всегда, но, блин, ребят, наши психотравмы, это наша проблема. Вот создав такое пространство изменений, в большинстве случаев вы спасете отношения. Не во всех. Там может быть нарциссическое расстройство или психопатология, какая-то, например, маниакально-депротивный психоз, шизофрения, психопатия. Не надо вам таких. То есть, вот это женское пространство работает с ненарушенными людьми. Да, он может быть травмирован, но ядро личности не затронуто. У нарцисса ядро личности затронут, там ее вообще нет. То есть, если там психиатрия, берите. Не можете разобраться сами, идите к тому мозгоправу, который в этой теме. Он должен быть в теме, иначе он скажет, мам, надо почитать, одень юбки, цени энергию с земли, смиряйся, ну, поняли уже. Потом такие сумками бьют в прямом у себя там на этом. В зале поняли про кого. Вот. Девочки, главный шаг, выйдите из поля борьбы, не бейтесь за него, не перевоспитывайте, уберите слово перевоспитать. Воспитывает мамка мальчика, не становитесь на позицию мамы. С мамой не спят. Очень многие, я видела пары, и это крепкие браки. Она у него мама, а он у нее там чиновник, генерал. И у него куча любовниц, а она от боли у меня рыдает сидит. Потому что она мама, и он от нее не уйдет в большинстве случаев, потому что очень крепкая сцепка на токсичных созависимых по травмам прицепились. Она не женщина. И там может быть очень много заболеваний по-женски. Выйдите в поле женщины. Справились спросить о себе, зачем я со свекровью воюю за этот приз. Ваша деятельность на другом плане создавать пространство, изменения. Не перевоспитывать, не менять, а создавать пространство изменений. И вот такие мудрые жены без насилия перед передавлением. Смотри, что умные люди. Вот не надо так делать, когда пихают мои видео или других психологов. Смотри, что умный человек говорит. Так не надо. Надо по-мудрому, по-женски. И приводили своих мужчин, которые потом ко мне на терапию приходили. И за месяц-два все свои семьи спасали превосходно. У мужчин осознание происходит. Он не видел раньше, что он мамку слушает. Но мудрая жена подвела его так, что он услышал и пришел. Но это работает с адекватными психически здоровыми мужьями, которые любят своих жен. Да, у них есть травмы, они еще у всех. Они и у меня, у практикующего, психолога, периодически всплывают, как раны после Афгана. Я просто знаю, что с этим делать. Нет идеальных людей. Но это не работает, то, что я вам сказала, с абьюзерами, коренелыми, нарциссами, психопатами, тиранами, с больными людьми. Это не работает. Отдайте их, пожалуйста, маме и берегите свою жизнь, свою психику. Поэтому замените слово на помочь измениться, создать пространство изменений. И, конечно, работайте со своим ресурсом. Не надо никого перевоспитывать. Вы можете подумать, что я цепляюсь к словам, но в начале было слово. Если мы откроем Библию, слова имеют великий смысл. И перевоспитать это мама. А вот помочь измениться, да. И у многих получилось, когда мы начинаем налаживать коммуникацию, очень важно говорить с я сообщениями. Дорогой, мне больно, мне непонятно, что происходит. Я вот это чувствую. Но говорить из матки, из любви и сердца. Нет, это ты, сука, твоя мама, тварь такая, некоторые не видят. Они приходят ко мне и говорят, девочки, вы как с ними разговаривать? Она орет в аффекте, и она этого не видит. И я таких даже не брала в работу, потому что личность стала разрушаться. Она была на грани уже. Хотя еще год назад у нее там голова в порядке была. Я слушаю, я не возьмусь. Я с пограничниками-то не работаю. вы понимаете, что многие надо к психологу идти, а там психиатр или психотерапевт медицинский. Говорим, как мы говорим, как мы налаживаем отношения. Некоторые сказать не могут свои чувства, что блок на чувства. И мы опять к себе приходим, да? То к нам относятся, как мы позволяем. Мужчина рядом с нами отражение нашего отношения к себе. И во многих случаях, больше у меня процентов 8 женщины, конечно, хотя с мужчинами работать люблю. 80% работая только с собой, повернули ситуацию, не только спасли свои семьи, укрепили отношения. И свекрухам там места нет неадекватным, которые там оскорбляют, унижают невесту, пытаются семью сына разрушить. Правильное действие, мудро, правильно. И мужчина вас услышит адекватно, но работают, я повторю, с кем работает, с адекватными. Выстраивать коммуникацию. Если вам больно, плохо, и вы с позиции крика надрыва, не пожалейте ресурсов обратиться к психотерапевту или психологу, кто в теме. Лучше эту боль с ним проработайте. И разговаривайте с мужем спокойно. И вот если вы спокойно, без истерик, то адекватные вас услышат. Они адекватные, но отдайте его маме, советуем любовь, чтобы лучше такое не плодилось. Такие мамсики, которые рушат семьи, потом их приставы по всей стране ищут. Вот. Ну что ж, если вам это было полезно, напишите в комментариях, получилось ли у вас перевоспит... Вот моя оговорочка, помочь мужчине, сохранить семью. Кто проходил у меня курсы по проблеме со свекровью, женские курсы, вот эти вещи, подписчики мои, поделитесь опытом, это будет кому-то полезно. Если вы что-то новое узнали, ну тоже дайте обратную связь, мне же интересно, как меняется мир, я держу руку на пульсе. Вот. Если у вас подруга в похожей ситуации, поделитесь этим видео. Если прямо вам, вы сами не справляетесь, не вывозите, ну обратитесь кому-то за помощью, психотерапевту, психологу, кто в теме. У меня тоже есть курсы с группами, там тоже помощь есть, но я все-таки больше за индивидуальную работу, потому что когда ты сидишь с человеком, погружаешься в него, это самые классные результаты, мне вот это интересно. Вот. Я вас всех целую, обнимаю, желаю вам классной женской энергии. Вот. Жду ваши комментарии и, наверное, такое вам задание на прощание напишите женщин, которые вас вдохновляют. Они могут быть как реальные там, от актрис, так и фэнтезийные. Напишите и тех, и тех несколько. Это может быть какие-то фэнтезийные герои, какие-то там герои сказок, красавицы, какие-то из реальной жизни, там, педагоги, учителя, может, мама такая, кому-то повезло было, мне вот не повезло. Напишите. И когда вы их напишите, подумайте, что вас привлекает в них. И там ключи к решению вашей ситуации со свекровью, например, или многих проблем в жизни. Почему? Потому что наш мозг любит то, на что есть нас. Мы выбираем по проекции, кто похож на нас. Значит, и вот эти качества, это суперсила женская и поможет вам в любой области. Творчество, брак, личные границы, достижения, замужество. Именно эти элементы силы вам и помогут. Не верьте, просто проверяйте. Когда меня спрашивают, веришь ли ты, я говорю, я не верю. Я знаю. Потому что вот это все проходили, когда ты проконсультируешь первую сотню, 500, 1000, 2000, потом перестаешь считать, потому что они там пишут годами, и у них все получилось. А главное, ты на себе это протестировал. Со своими друзьями, с ближним кругом, со своими коллегами, это все работает. Просто знание, как работает мозг. Потому что хоть и с натяжкой кто-то психологию называет наукой, но психология, социология, психотерапия, все-таки много данных именно таких научных. Просто понимая, как работает мозг, нервная система, можно очень много проблем решить. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok